всем привет сегодня у нас будет обзор на одного из питомцев это будет джели максимальной прокачки расскажу покажу как использовать для чего он вообще нужен питомец падает очень редко его очень сложно выбить там с каких-либо яиц я открывал там по 24000 там пять или шесть штучек всего выпадала хотя он вроде и бездонатные но шанс очень маленький его в основном я собрал в основном процентов наверное 90 всего прокачки я собрал за донатные акции он там хорошо хорошо падает скажем так ну как видите герой имеет десять тысяч девятьсот сорок атаки плюс бонусом плюс сорок процентов это такие героя которым он назначен то есть какого я тут героя поставлю в зависимости от его атаки будет бонусация то есть фактически у него там вот 18 точнее 18000 атаки самое основное его умение когда героя такую джели наносит урон равна 470 процентов от атаки питомца и 4 ближайших вражеские героя имеют понижение точности на 24 процента на 4 секунды кулдаун 5 секунд то есть если у вас питомец будет пить героя то фактически если у него там нет особо большой точности один из четырех ударов он там мясо нет но это опять же это не точно на деле я смотрел это все если ставить его вот я вам покажу сейчас маленький секретик вот такой вот у меня нубис стоит с ним да тут стоит точно так же стрелок стрелок у меня стоит вместе с слоном который увеличивает шансы уклонения плюс стоит еще bigfoot со станом и с этой стороны реально очень сложно пройти если вы хотите там атаковать в лоб вас получается слон повышает уклонение также точность понижает джели и в итоге получается ваши герои будет очень неплохо мясовой плюс еще уклонения поэтому вариантов как бы очень много по питомца педии основное что он дает ради чего я его скажем так прокачивал усиленно это бонус очков лабиринта то есть если там на первом уровне он уже дает 6 процентов на 26 24 вот у меня лабиринтик есть если я раньше там получал сейчас мы нападем убьем вот 1662 еще бонусом сверху я получаю 24 процента очков то есть фактически я улучшил на треть свой результат то есть это довольно таки точнее на четвертую часть на одну четвертую это вообще охренительно потому что если раньше там бегал 2324 этажа то сейчас я за 12 этажей прямые силе набираем минималку там 240 тысяч то есть у меня за этаж в среднем там идет свыше 20000 если всех убивать и все нормально вот теперь побежали посмотрим как этот питомец выглядит в действии так сейчас мы опять будем долго искать какую-то более-менее нормальную расстановку где можно протестировать с героями рядом везде фрея так там и франки выпустили случайно ладно пусть час франки сольют если смогут конечно же ну я думаю фрея все сможет смотрите 1 слева какой-то жесткий франки давай франки тащи их всех так есть смотрим вот он бьет как видите вот опять он понижает точность героев тут опять же сейчас фрэйном все запротачит как обычно весь тест вместе со стрелком сейчас что-то другое найдем вот че то есть более-менее нормально побежали посмотрим вот он бьет сразу появляются такие разбитые мишени тут анубис немножко жесткий для этой расстановки он взял и следу всех даже не показал талантик ну то есть сама суть ваш герой атакует и сразу же питомец бьет четыре цели 470 процентов урон я вам скажу тоже не маленький у него получается это же был удивлен сейчас посмотрим еще разок вот он бьет прилично прилетает увидели да то есть есть смысл его прокачки правда опять же все отправится в то что просто вы его так не соберете то есть тут надо с донатом бегать потому что вроде и питомец не донатный но он так редко падает яйца я их дохренище открываю поэтому куча есть но фрея жесткая вот тоже у парня стоит жаль и на дефе герой очень интересный в плане дефа то есть можно его использовать в этом режиме так давайте выпустим так смотрим что я не увидел но там по моему прилично пролетает час ждем еще раз посмотрим а ну без правда еще бьет что ничего не летит жесть какая то ну давайте тут посмотрим 153 тысячи если я не ошибаюсь прилетела стрелку сейчас еще раз посмотрим ну бей давай что ли такое ощущение что после смерти питомец не работает так давайте смотрим с опять простое весь будет странно не срабатывает интересно что там будет на десятом я еще не смотрел но я надеюсь сколько раз блокирует уже десятые ловила и сороковый уровень прокачки можно будет за одной силы немножко поднять еще плюс так ну-ка тут сейчас проверим ну давай бей эти то есть он активен только когда вот он ударил 90 тысяч прилетела неплохо ну-ка дальше нехило так он бьет я вам скажу 148 тысяч как для питомца я вам скажу это очень круто такой урон иметь так давайте еще тут выпустим 178 но это явно не она безбил жесть просто какой то он реально жесткий единственное как видите он не всегда срабатывает но неплохо неплохо и вот так же можно кстати применять на архидемоне он читайте у вас на архидемоне который с приспешниками тоже будет вам очень помогать плюс он урон наносит тоже как вариант на подземках тоже будет помогать неплохо я его тестировал отлично просто бьет героев но я не знаю какой то у него бешеный урон это мне напоминает цепелина здание смотрите чем делает питомец который наносит наверное больше чем у некоторых героев я же говорю питомец это фактически ваш второй герой на поле битвы 107 тысяч это жазь какая то это в принципе питомец атакующего характера поэтому он из-за этого столько и наносит 178 тысяч это жесть можно одним питомцем бегать убивать всех ладно ну в принципе все вот такой вот обзорчик то есть питомец один тоже из нужных и достойных чисто ради лабиринта даже стоит его прокачивать будет больше опыта капать соответственно быстрее будете меньше там томиться если вы идите проходить на минималках ну и так в принципе на по локации очень очень неплохо будем его тестировать на атаки фортов думаю тоже там себя неплохо покажет плюс в забытой отлично будет там четыре цели сразу минус 24 процента точности это тоже очень круто все подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите коменты всем по недостающим питомцам особенно льдышки одну одного из последних топовых питомцев которые реально вам поможет в прохождении подземочек всем пока в прохождении подземочек